Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. С удовольствием продолжаем вас знакомить с волшебными рецептами, приготовленными по книге «Колбаса и мясокопчёности» 1938 года издания. Для новых зрителей краткий опус в историю. Вот такая вот книга, представляет из себя, издана Главным управлением мясной промышленности СССР, пищепром издат, Москва, 1938 год. От редакции. Настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбасы мясокопчёности, утвержденных Народным комиссариатом пищевой промышленности СССР для предприятий Наркомпищепрома. Альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий и работников в магазинах, торгующих колбасой. Дорогие друзья, подписчики, те, кто ещё не получил эту книгу, пожалуйста, если кого-то интересует, пишите в комментариях. У меня она есть в формате PDF. Оставьте свой e-mail в комментариях, и я вам отправлю ссылку на эту прекрасную книгу. Мы с Ларисой задались такой целью – приготовить абсолютно все рецепты из этой книги. И рецепты настолько качественные, настолько классные, у нас получаются такие суперские продукты, что вот я их готовлю реально с воодушевлением. Сегодня приготовим сырокопчёную, поделимся с вами, естественно, как приготовить сырокопчёную колбасу. Но она, как бы, вот, я не знаю, почему-то все рецепты 1938 года, сыровяленая продукция, она вся подкапчивается. То есть, фактически, это сыровяленая колбаса, немножко подкопченная. Колбаса брауншвейская, высшего сорта. Представляю вам с удовольствием этот замечательный рецепт. Давайте начнём. Конечный результат и оригинальный рецепт, именно скан страницы из книги 1938 года, вы сейчас видите на экране. По классическому рецепту, на килограмм колбасы нам надо использовать 450 грамм пресной говядины, вот мы использовали такую, 250 грамм пресной свинины и 300 грамм свиного шпика. Мы готовим больше, чем килограмм колбасы, поэтому точное количество, точное количество вообще всего специй, соли и так далее, вы найдёте в описании этого видео. Немножко отступаем от рецепта 1938 года, по той причине, что тогда засолку делали с помощью селитры. Мы делаем с помощью нитритной соли, с содержанием нитрита натрия 0,6%, и на килограмм сырья будем использовать 30 грамм такой соли. Также на килограмм брауншвейской колбасы используем 2 грамма сахара, 3 грамма чёрного молотого перца и 0,3 грамма кардамона. В первую очередь, как для любой сыровяленной продукции, нам мясо надо засолить. Засаливать его будем в кусках, хотя мне в последнее время больше нравится засаливать фарши, но с сыровялом боюсь экспериментировать. Засолим в кусках. Засаливается мясо вместе, и свинина, и горядина. Шпики, естественно, не засаливается. Если вы вновь попали на наш канал, и ещё начинающий колбасник, который хочет приготовить свою первую сыровяленную колбасу, вкратце о нитритной соли. Содержание нитрита натрия минимальное, то есть он совершенно безвреден в таких количествах для здоровья, для организма, но в сыровяленной колбасе обязателен, так как не только в данном случае отвечает за сохранность цвета, но отвечает и работает как ингибитор болезнетворных бактерий, то есть убивает болезнетворные бактерии. В данном случае в мясе нас больше всего беспокоит бутулизм в сыровяленной колбасе, то есть никакой тепловой обработки практически не будет, поэтому если в варёно-копчёных колбасах или в варёных колбасах вы готовы пожертвовать цветом колбасы, ну за которую в варёно-копчёных колбасах отвечает нитрит натрия, то есть готовы, чтобы колбаса у вас была не розовая, а серая, то можно как-то скрипя зубами обойтись. То в сыровяленных колбасах крайне не рекомендую пренебрегать этой пищевой добавкой использовать именно нитритную соль. Ничего страшного не произойдёт. Поверьте, в промышленных условиях количество значительно выше на сегодняшний день. Помимо этого мы не добавляем больше ничего, вообще ничего, то есть мы готовим по классическим рецептам и вас к этому призываем, собственно говоря. А в современные колбасы добавляют такое количество всяких стабилизаторов, всякой дряни, что лучше приготовить свою домашнюю колбаску и добавить туда немножко нитрита натрия, нитритной соли, ну, чтобы быть уверенным, что она не принесёт никакого вреда организму, чем покупать магазинные колбасы. Вообще мы с Ларисой определили для себя такую миссию. Мы давно отказались от магазинных сыров, от магазинных колбас, ещё от многих вещей, которые продаются в магазинах, например, мясо, масло и сметаны. Кот просится. Кот, ты просишься, да? Кот услышал, что я режу мясо, ему срочно надо на кухню. Ну, вот у него такая традиция. И вас, дорогие друзья, к этому призываем отказываться, переставать покупать отвратительного качества продукты. Так, смешаю соль нитритную с сахаром. Лариса мне опять не дала ложечки, поэтому пальчиком размешаем. Ничего страшного, руки я вымыл хорошенько. Тем более нитритная. Кот не посыпал, дай коту маленький кусочек. Коту маленький кусочек. Не дает мне косты. Хорошо, сейчас дам без нитритной соли коту дать. Ты говядинки хочешь? Почему ты в кадр не заходишь, а? Давай. Чик. Смотри, какая вкусная говядинка. Всё, начинаем посыпать. Засаливаем наше мяско, причём хорошенько просаливаем, ну, вернее, равномерно распределяем соль по всей поверхности мяса, чтобы оно, соответственно, у нас равномерно посолилось. То есть не посолить сверху, а вот так вот чуть-чуть посолили и перемешали. Опять чуть-чуть посолили. Перемешали. Друзья, после этого накроем наше мясо, ну, например, пищевой плёнкой или крышкой, если вы в каком-то контейнере, в кастрюле засаливаете, в прохладное место при температуре 5-6 градусов, то есть на верхнюю полку в холодильнике, на 5-7 дней. То есть будем засаливать его достаточно долго, чтобы у нас получился хороший, вкусный, качественный сыровян, чтобы мясо хорошо просолилось, чтобы соль убила все болезнетворные бактерии. В общем, как-то так. Ну, таким вот образом. Потом крышечка его, чик, шпик отдельно в холодильник, мы его пока не обрабатываем, а мясо на засолку на 5-7 дней. Ну, мы будем на 5. Вы как бы, чем больше вы будете, то есть если вы выдержите не 5-7, а 7 дней, колбаса получится только вкуснее. Друзья, до встречи через 5 дней. Через 5 дней мясо засалилось. Вот такое вот оно вид имеет. И шпик мы подготовили. Нарезали его кусочками где-то 3-4 миллиметра. Очень мелко, видите? Шпик сейчас слипшийся. Для того, чтобы он разделился, нам его надо ошпарить кипятком. Я подготовил кипяточек. Перемещаем шпик в друшлочок. И вот таким вот образом ошпариваем его кипятком хорошенько. Таким образом мы немножко расплавим поверхность шпика. И он у нас разделится на отдельные кусочки. После этого, после того, ну вот сейчас я его залью, размешаю хорошенько, чтобы разделить все эти брусочки отдельно. И естественно, нам его надо будет охладить. Вот видите, он теперь, весь шпик у нас отдельный, так сказать. Разделился на кубики. Теперь, друзья, отправляем его в холодильник, чтобы он немножко охладился, потому что горячий он нам в фарше не нужен. Тем временем займемся приготовлением фарша. Для того, чтобы приготовить фарш, используем самую мелкую решетку, которая у нас есть. После этого, после того, как мы приготовим фарш, нам его надо будет тщательно вымесить. Я буду использовать вот такой вот миксер. И поэтому фарш буду перекручивать сразу же в чашу для миксера. Использую решетку с диаметром отверстия 2 мм. Самое-самое маленькое отверстие, которое у нас есть. Подойдет и 3 мм, если нету 2 мм. В общем, как можно меньше. Фарш готов. Добавляю сюда специи. Конечно, специй очень мало. Такое маленькое количество. Но делаем четко по Конникову. Ничего от себя не добавляем. Посмотрим, какую брауншвейскую колбасу делали в 1938 году. Добавляем весь шпик. И теперь, друзья, надо это дело хорошенько вымесить. Я буду вымешивать на планетарном миксере. Можно вымешивать на ручном миксере. Но самое главное, вымесить хорошо. То есть мясо должно вымешиваться до так называемых белых волокон. Оно должно полностью обволакивать шпик. То есть вот шпик, который мы сейчас сюда поместили, ошпаренный этот мелкий, он должен полностью вмешаться в фарш, стать однородным, одним целым. Да, вымешиваем где-то около пяти минут. В результате вымешивания вот таким вот образом, видите, получается, у нас шпик полностью вмешался в мясо. Ну, практически однороден с ним стал. Теперь, друзья, я прям в этой емкости оставляю фарш еще на сутки созревать. Для того, чтобы в холодном месте при температуре 4-6 градусов, для того, чтобы раскрылись все специи. Ну, вот, и по технологии, именно по рецепту этой колбасы так делается. То есть мы его хорошо вымесили либо с помощью такой машины, либо с помощью ручного миксера более мелкими порциями. Внесли специи, хорошенько все это перемешали и оставляем в холодном месте, в холодильнике на сутки еще на созревание. А завтра приступим к набивке, к формированию нашей брауншвейской колбаски. На следующий день фарш вот после вызревания имеет такой прекрасный вид. Очень классный, очень однородный. Я думаю, сыровял получится просто знатный. Готовим шприт для набивки колбас. Готовим коллагеновую оболочку диаметром 45 мм. Да, Ларис? Да. Диаметром 45 мм. Люблю больше всего коллаген. В принципе, можно делать и в натуральной оболочке, но мне все-таки больше нравится работать и вкус продукта, конечно, в коллагене. Конечно, выбор остается за вами. Коллагеновую оболочку на 2-3 минуты замочим в теплой воде. Сейчас переместим весь фарш в шприц для набивки колбас и будем набивать. Переместили фарш в шприц и начинаем набивать колбаску. Я тут обычно в этот момент, когда надо подвести мяско, сильно газую, и Лариса не успевает его ловить. Лучше набивать колбаску вдвоем. Один человек крутит, второй вот так вот придерживает, чтобы батончик получился плотный. Стоп. Стоп. Красота-то какая. Поехали. Фаршик такой плотненький, классный, вообще такой консистенции, замечательный. Точно так же, друзья, напьем остальные батончики. Оболочка наполнена. Теперь нужно ее уплотнить и перевязать. Используем леоной шпагат. Тоже удобнее делать вдвоем. Ну, по крайней мере, нам удобнее. Лариса вот так вот перекручивает его, как вы видите. А я обвязываю. Вот таким вот образом. Точно так же вяжем все остальные колбаски. Проверяем батончик на наличие воздуха. Вот здесь вот есть пузырек воздуха. В этом месте прокалываем его, и пузырек выходит. Смотрим, если где-то еще есть. Вот еще есть. В общем, прокалываем все пузырьки воздуха, которые находим под оболочкой. После этого отправляем нашу сырокопченую колбаску, броншвейскую, на усадку. Значит, для этого подвешиваем ее в холодильнике при температуре 2-4 градуса. Но желательно колбасу подвесить. Либо это может быть какое-то просто холодное помещение. Подвешиваем для того, чтобы она самоуплотнялась. По рецепту написано на 5-7 дней. Мы будем подвешивать на 5 дней. То есть 5 дней она у нас проведет на осадке. После этого копчение и окончательный процесс вяления. Друзья, увидимся на следующем этапе через 5 дней. Через 5 дней броншвейская колбаска выглядит вот так. Смотрите, она ферментировалась. Приобрела рельеф такой классный. И самое главное, то что я говорил, она уплотнилась. Вот так вот она у нас висела. Видите, здесь появилось немножко свободного места. Значит, мы сейчас берем новые веревочки и подтягиваем ее, чтобы она дальше у нас плотно была. Ну, как бы была плотно завязана. Потому что везде, во всех батончиках, вот здесь вот появился... Ну, вот она висела, как бы уплотнялась к низу. В общем, здесь ее надо подтянуть. После этого приступим к копчению. Помещаем нашу колбаску в коптильню. Тоже желательно ее вешать, а не ложить. Ну, не горизонтально имеется в виду, а именно подвесить. Коптильня запущена. Дымок пошел. Будем коптить, друзья, при температуре 20 градусов 12 часов. Я думаю, будет самый нормас. Коптилась колбаска 12 часов. Приобрела вот такой вот потрясающий просто цвет. Достаточно плотная такая. Делаю одну из них порцию контрольную, чтобы понимать, что у нас получится после вялки. 422 грамма. Вешаю на эту колбаску стикер. 421 грамм. И сегодня у нас 21 марта, а на дворе по колено снега. Это уму непостижимо такая весна. Друзья, теперь вкратце рассказываю сейчас, как мы ее будем вялить. Вярим брауншвейскую колбаску в течение 3-4 недель. Через 3 недели ее можно будет уже спокойно совершенно кушать. А 4-5 недель она максимально раскроется и наберет вкуса. Мы будем исходить из 4 недель. То есть, нам спешить некуда. У нас есть время. Помещаем мы ее в камеру нашу для... в климакамеру для сыров. Кстати, я сейчас нахожусь в процессе постройки отдельной камеры для сыровяленых колбас. Я думаю, через месяцок закончу ее. На элементах пельтье будет камера... Ну, в общем, будет отдельное видео. А сейчас брауншвейской. От 3 до 5 недель. То есть, 5 лучше, чем 3, как я уже сказал. Вярим при относительной влажности 70-75%. В температуре 10-12 градусов. Если нету таких условий или подобных, что тогда делаем? Верхняя полка холодильника, пластиковый контейнер, стоит сутки в контейнере. На несколько часов достаем из холодильника. Ну, на 3-4 часа, просто, чтобы она подышала при комнатной температуре. И опять в холодильник. Но не забывайте, идеальное положение для вярения колбасы. Это когда она висит вертикально. Она тогда уплотняется. И желательно создать ей вот такие вот специальные условия. Есть такая теория, что если у вас отдельный холодильник, но нету не климакамера, а просто холодильник. Я еще не проверял эту теорию, но буду проверять. Уже очень многие колбасники подтвердили. Это я тоже буду проверять. Если на дно холодильника ставишь какую-нибудь емкость, туда килограмм соли и стакан воды, то поддерживается примерно относительная влажность. Там плюс-минус 75%. Ну вот, это будет одна из тем, которые я раскрою в вопросе со своей климатической камерой для сыровиальных колбас. А пока, друзья, с удовольствием представляем вам рецепт броншвейской колбасы. Колбаса получится очень вкусная. Поверьте, мы уже пробовали. Делаем ее не первый раз. Она реально очень толковая. Как обычно, через месяц, через 4 недели будет дегустация. Ну, плюс-минус. 4 недели, может, чуть дольше, может, даже немножко раньше. То есть, будет разрез. Попробуем, покажем все. Ну, как, собственно говоря, мы делаем обычно с изделиями, у которых длительный срок созревания. Также делаем с сырами, со всеми сыровиальными колбасами. А на этом, друзья, я буду заканчивать. Желаю вам всего наилучшего. Желаю, чтобы вот такая вот броншвейская колбаска всегда была у вас на столе. Или какая-нибудь другая колбаска. Только обязательно домашняя, а не магазинная, в которой и мяса там по-настоящему нет. Естественно, желаю вам всего самого хорошего. Мира вашему дому. Всего доброго. Пока.